Итак, дорогие друзья, начинаем с вами работы с блокчейн. И сейчас с вами напишем первый код. Я вас попрошу, первое, что наберите, Solidity Lens, и откроем язык программирования. Далее будем разбираться, да, уже более конкретно, и не будем идти по порядку, будем идти от понимания. Для начала давайте напишем первый код и поймем, как вообще работает язык. Откройте браузер, наберите Remix, и вы увидите такую вещь Remix ID. Это и есть ID Remix. Кроме этого, можно работать с PayCharm, можно работать с VS кода и много других ID. Мы будем работать с Python дальше. Но нам надо будет солидность. Итак, у вас, скорее всего, будет здесь Default Workspace, то есть по умолчанию. Что мы сейчас делаем? Сейчас попробую, потом увеличу сейчас. Значит, вот здесь нажимаем файлик, и придумаем абсолютно любое имя. Пусть это будет Hello. Точка расширения языка Sol. И нажимаем Enter. Вот, открылся. Теперь, ребята, давайте откроем папку контракт. Здесь есть. И чтобы не писать, просто можем скопировать и вставить. Первая строчка, это лицензия. Можно писать, можно не писать. Комментарии вот так в языке. А в первую очередь нам надо указать компилятор. Язык развивается. В данном случае указано, больше или равно 070 и менее 09. То есть 071, 08 мы можем с этими компиляторами работать. Эта строка, мы сразу запоминаем, она указывается всегда, каким компилятором обрабатывать. Сейчас посмотрим. Далее. Мы сразу начнем с контракта. Позже мы будем разбираться с контракта, будем разбираться, цеплять питон, будем цеплять контрактом. Все, все, все. Давайте все потом. Итак, пишем просто первый код. Пока тупо пишем. Контракт. Пусть это будет контракт. Hello. Далее. Язык. Солидити похож в данном случае на JavaScript, но не надо путать. Это не JavaScript, фигурные скобки, как в разных C-подобных языках. Теперь нам надо понять, как вообще увидеть хоть какой-то вывод. Пишем тип данных. Стринг. Строка. Ну, по сути дела, все, что выражается символами, например, вот эта вот строка, вот эта вот строка, вообще все строка, что состоит из символов. То есть, я вас прошу всегда, когда преподавал Python, говорил, ребят, не путайте, строка это не слово. Строка это, запомните, это набор символов. Вот это тоже строка, но ведь ее прочитать не всегда можно. Тут может быть черт знает что. Посему. Прошу раз навсегда запомнить, в любом языке стринг строка это набор символов. Исходим из этого. Стринг. То есть, по крайней мере, по минимуму вы это представляете. Далее, пишем слово паблик. Иными словами, доступ, да. Сам язык солидный, собран из всех языков. Например, оступы синтексис, как в Python, что-то взят, JavaScript, что-то C. В общем, вот такая вот петрушка получается. Сложный ли он? Нет, не сложный. Мы разберемся в базовых вещах, все поймете. Дальше. Объявим переменную. Пусть это будет my hello. И присвоим значение строке некое, пусть это будет слово, которое мы сможем прочитать. Пусть это будет all hello. Все. Пока все. Теперь смотрите. Вот здесь мы видим такие стрелочки круговую, да. То есть, теперь мы будем компилировать. Пока не пугаетесь всех слов, язык конкретно заточен под контракты, то есть под транзакции. Что-то делать либо с деньгами, либо с децентрализованным приложением. В любом случае работа с блоками. Разберемся позже, пока не заморачивайтесь. Нажимаем на это и мы видим здесь наш файл, да, написано hello soul, да, именно это он. Нажимаем компилировать. Компилировать. Итак, ай-яй-яй, мы, у нас получилось исключение. Я его сделал специально, ребят. Давайте посмотрим. Файл это эра, да. Ну, давайте наведем, то есть, смотрите, работа с включениями. Он нам показывает from solidity parser, да, hello и последнюю строку смотрим. Где-то что-то не так. Итак, в этом языке ставится точка с запятой в конце обязательно. То есть, мы указываем, что вот здесь выражение у нас закончилось. По сути дела теперь должно скомпилироваться. То есть, все нормально. на это пока не смотрим внимания. Итак, мы скомпилировали, получили галочку вот такую. Дальше переходим в следующую вкладочку. Вот такой значок эфира и вбок тоже такой треугольничек. Нажимаем на нее. если кто-то пришел с других языков, то как такового принт здесь нет. Но тем не менее все можно увидеть. Это я и хочу показать. В данном случае мы просто-напросто пока не обращаем внимания на эти цифры, на эти цифры, а просто нажимаем деплой, развернуть. И видим вот наш контракт. деплой. Сюда мы пока можем не смотреть. Это говорит о том, что контракт развернулся. Все правильно. Здесь все шифруется. Иными словами, все будет длинными длинными цифрами. Но давайте мы посмотрим чуть ниже. вот здесь мы видим строчку внизу hello. То есть открываем ее. И здесь мы видим my hello это наша функция. То есть наши переменные. Нажмем на нее. и действительно мы увидим в конце стринг и значение hello. То есть то, что написали. Иными словами у нас получилось отобразить. Сюда пока не смотрим. Получилось отобразить, то есть мы увидели результат, который у нас отобразила сама функция. В принципе на этом этот урок закончен. В следующем с цифрами поработаем. Не пугайтесь, если вы пока ничего не поняли. Разберемся по ходу. В 2018 году я начал проект Blockchain Python. Но через год я его приостановил. Почему? Решил понаблюдать. И понял, что тогда я был нацелен только на мобильный. Сегодня все-таки я решил вернуться к Blockchain на сайте dapp.spb-tut.ru Обучение разработки по технологии Blockchain плюс эфир dapp. Язык программирования солидность, создание смарт-контракторов, понимание языка, изучение Web3, создание полноценного dapp. по сути дела далее будем разбирать, но сейчас коротко. Сейчас я вот открыл Microsoft документацию, просто перечислю, потому что у вас конечно вопрос, будем мы собираемся писать децентрализованное приложение, для чего? здесь здесь не все, но основные направления перечислены. Страхование. Ну, например, при возникновении определенных событий, смарт-контракт может автоматически инициировать какое-то требование. Ребят, теперь смотрите, переносимся. Страхование это пример. Вместо страхования может быть абсолютно любая вещь. договоренности. Например, вы делаете сервис при допустим достижении там определенного поста там стальки-то кликов, да, наступает какое-то событие автоматически. Оно точно наступит, это будет делать смарт-контракт. При этом это может быть просто там что-то, либо могут быть деньги. То есть вот этот пункт можно переворачивать в тысячи раз. Следующий момент голосование. Ну, например, вы решили создать там мировой бренд, где голосуют за проект и при наборе проекта определенного количества голосов этот проект начинает продвигаться вверх. При этом там тоже можно цеплять деньги, да. надо понять простую вещь. Сам по себе блокчейн это уже монетизация изнутри. Вопрос, хотите вы это использовать или нет. Следующее, цепочки поставок. То есть, давайте мы от цепочки поставок немножко отойдем. По сути дела, ну, нет, давайте вернемся. При цепочке поставок смарт-контракты могут регистрировать права, да, и конкретный момент времени. Почему? Потому что это же работа с блоками. Каждый существующий блок имеет в себе записи на предыдущие блоки. То есть, если, допустим, фирма весь Васи, Пети, Кати взаимодействуют, и у них там хоть 5000 товаров, но каждый товар имеет свое место, свой адрес, вот такой, как мы видели, да, то есть, четкое местоположение, все, все, все. Иными словами, тогда легко определить, где какой-то сбой. Но теперь давайте включим логику. Вместо цепочек поставок может быть все, что угодно. Это могут быть любые отношения с партнерами. Это могут быть совершенно любые. Вы решили описать город, да, там будут парки, парки, дома, кафетерии, и вот эта структура города, допустим, как все работает. Пошел дождь, например, пошла гроза, и люди были в парке, побежали, канализация, слив не справилась, все люди намочились. Вот это все может быть вбито в смарт-контракты. То есть любой механизм плюс социальный, любой объект, он может быть частью смарт-контракта. И при этом он будет в полном взаимодействии со всеми. То есть вы должны четко понять, что любую цепь, то есть человека, кафе, можно вбить смарт-контракт, потом между собой связать, но будет конкретный адрес, конкретные действия, конкретное местоположение во времени, то есть ничего нельзя потом где-то изменить, подделать, все будет четко, всегда будет ясная картина. Дальше, хранение записи. Ну, понятно, это могут быть архивы, это могут быть фотографии, это могут быть какие-то большие сервисы фотографии типа инстаграм, но при этом единственное, что сразу будет храниться местоположение, автор, откуда, куда, зачем, то есть по сути дела все зависит от вашей выдумки, то есть что придумали. Я вас убедил, что по сути дела смарт-контракт можно рассматривать ДАП как это мощнейший инструмент. Ребят, как будем разбираться, я расскажу в дальнейших уроках пока все. Думаю, вам интересно. Субтитры создавал DimaTorzok